Субтитры создавал DimaTorzok Что ты понял, Добара? Да ничего не понял. Ничего не понял? Ну, кроме того, что философия не нужна, она не может быть, и надо заниматься этой наукой. Да, в смысле не то, что все философы объясняли мир, а теперь осталось время его изменить. На самом деле, как ни странно, к такому выводу приходишь. Получается, что... Ну, только видишь, в этом выводе о том, что надо мир изменить, есть морализаторство. Никакого морализаторства нет. Просто... Это похоже на то, что бессмысленно рассуждать о плавании до самого плавания. Да это правильно. Это докатание на велосипеде. Что ты катаешься на велосипеде и... Нельзя, и лезть велосипед. Но тут... Или ты из этого велосипеда падаешь. В силу неогритмичности. А то, что ты рассказываешь, как ты катался на велосипеде, как бы это и бессмысленно. Ты не падаешь, что из этого велосипеда... Нет, не в этом веществе не только состоит, а что, как бы, ничего решить нельзя до того, как... Или бесполезно решать. То есть, можно сказать бесконечное количество мнений, как это все устроено, но все равно, как бы, оно ничего не покажет, на самом деле... Возможно, нет вообще принципиальной возможности описать то, как происходит, допустим, научение на велосипеде. То есть, можно там... Ну, я понял, я понял, что у тебя, грубо говоря, не метафизика стоит над ремеслом, а ремесло стоит над... Ремесло не подразумевает метафизику. Просто метафизика – это как поэзия. Ты можешь заниматься метафизикой? Нет, метафизика, она тебе не стоит над ремеслом. То есть, она не стоит. Еще раз говорю, что метафизика там просто становится поэзией. Поэзия же тоже, как бы, не нужна. К чему поэзию применишь? Ничему. То есть, метафизика – это, своего рода, поэзия, только ума. Поэзия, там, пытается как-то со словами работать, там, музыка, там, со звуками, а с какими-то, там, идеями, смыслами пытается работать в философии. Но она не работает. Нет, она работает. Почему? Только просто все это, как поэзия, оно в самом деле... Это для себя бытие речи. Поэзия – вот для себя бытие речи. Да. А философия – это для себя бытие понятие. Для себя бытие мысли, да. Да. Для себя бытие мысли. Но оно само по себе никаких проблем решить не может. Но мысли нет ни о мере. Нет, это чистое согласие. Почему не может? Как поэзия, это же не способ говорения. Это знаешь, это к чему апеллирует? Это вот корень из минус единицы, мы об этом говорили. Что невозможно понять, что это такое. Это просто некий объект, который включили в некую операциональность и оперирует. Так же и здесь. Есть некий способ, каким мы соотносимся с миром. Мы никогда не постигнем, как это происходит. И бесполезно даже задаваться этим вопросом. Хорошо. Мы умеем это делать, и все. И умение достаточно. Просто тупое бытие для себя. То есть не познание, а бытие для себя мысли. Нет, это философия, это бытие для себя мысли. Да. А на самом деле надо заниматься опытом. Потому что опыт – это познание, а философия – это не познание. Для себя бытие мысли. Да, да, да. То есть это ее способ. Не важно, о чем говорить. Хоть о камне, который Господь не может… Может ли Господь сотворить такой камень, который поднять не может? Да. То есть это для себя бытие мысли. Для себя привлечься через бытие. Я бы даже сказал, что в этом есть определенное родное наслаждение. Да. Как как и поэзия. Поэзия для себя бытия языка, мысли мы и так верим. Да. Именно так. То есть метафизика и вообще философия – она именно такого характера имеет. Это своего рода некое интеллектуальное занятие, которое доставляет удовольствие тем, кто ее занимается. Да. Но если брать эту стучку… Но ничего она не делает, ей сделать не может. Ну и очень важно здесь другую вещь видеть, что является ли она симуляром познания. И является ли она симуляром познания. Ну а поэзия является симуляром познания? Ну получается, что является. Почему? А почему нет? Симуляционная деятельность по отношению к речи. А, ну да. Вообще тогда получается так. Если не брать там всякие темпоральные сущности, что я последний раз пытался придумать. Да? Когда она говорит о некой действительности у нее получалось. Нет. Ты когда говоришь о темпоральной сущности, ты только к опыту перевел. Да, к опыту. Тогда это так получалось. Тогда это уже знание. А была противоположная точка зрения, которая раньше стояла, что для себя бытие языка и все. То есть чисто симуляционная деятельность. Да, да. Именно так. Вот я сейчас все больше... А наслаждение, оно там происходит от того, что ты соотношешься между собой. Да. Язык для себя возникает. Ты соотношешься между собой и этим делом наслаждается. А тут ты тоже точно так же соотношешься с собой, только просто на углу. На углу не смысла, да. На углу не смысла. Это как бы у Хайдегера и... Хайдегер не далеко ушел о поэзии. Поэзии. И он как раз, видимо, это хорошо осознает. И он как-то постоянно поэзия не знает. Ну да. Апеллирует Геольдер, язык Дом Вытия и прочее. Да. Это тоже, ну что, тоже подход такой, что вот и как я сегодня, грубо говоря, есть физика, а есть и полупоэтические такие высказывания кантовские, что это все, что пространство есть для себя форма опыта. Чистое понятие для себя форма опыта. Это же тоже чисто, можно сказать, поэтическое высказывание. Которое не имеет отношения к действительности. И помнить его как никак нельзя. Ну это тоже нормальный способ. Тут самое главное просто осознать, Настаня, чтобы для каждого человека представлять свою философию. Это как раз построение своего личного мировоззрения, да? Как бы... Нет. Ну, в частности. Ну, в частности. Почему? Почему так грустно-то? Нет, у тебя... Либо вот такое вот наслаждение... Подознающее большинство народа стихов не воспринимает, и ее не интересуются никак. Не, ну, согласись, что есть школа, где учат, на самом деле, о том, какие произведения литературы и поэзии были созданы, кто их написал... Это так, философ тоже это учат. Но большинство из тех, кто про это знает, он в поэзии не интересуется и поэзию не воспринимает. Ну хорошо, а мировоззрение это к чему относится? Ни к чему она не относится у тебя. Не относится к философии? Не относится. Хорошо, ну... А если у тебя это для себя бытие мысли таковое, то она тоже к себе не относится, не имеет отношения. Не, философия, в общем, занятие... Символификационная деятельность. Один из способов, как бы... Быть вы всегда дома. Да. То есть, относиться самим собой. Быть всегда везде дома. Да. Именно так. Это очень точно сказано. Как в поэзии ты тоже везде оказываешься... То есть, ни к какому отношению к познанию она не имеет. В поэзии ты тоже... Ты в языке чувствуешь себя как дома. В язык на тебя давит, и ты оказываешься в языке в этом как доме. И ты играешь в эти языковые игры до бесконечности. Это как бы поэзия. Она, с точки зрения мира, жизни, любви или чего-либо, чисто символификационная деятельность. Она даже деятельность невозможности. Если не удается какую-то девушку полюбить, и это почему-то значимо для себя, возьмешь и напишешь стихотворение, перепочитаешь чужое. То есть, это символификационная деятельность по своей природе. Нет, здесь просто важно понять, что многие же почему-то в философии видят какую-то высшую мудрость, да? Нет, ну это тоже способ, что она... Они думают, что именно в этой философии они что-то там обретут, и прочее, прочее. Ничего там обрести, кроме вот... Кроме стремления быть всюду дома, в том числе и мыслей. Ну да. Заходиться, для себя быть и мыслей, и кроме этого ничего обрести нельзя. А точно так же это же можно обрести и в поэзии, и в искусстве, и в каких-то религиях, и прочее. Ну, религия, как она, да, символификационная, как некая символификационная деятельность. Ну, давай посмотрим, что тут еще можно вот этого ковырнуть-то. Ну вот, для себя такая деятельность, да, поэтическая такая. Нет, ну еще нет. Еще надо, как бы, допустим, французская философия, в какую сторону пошла? Она пошла в ту сторону, что в философии, в частности, да, в частности, есть способ, каким... Таким человеком в социальном смысле самоутверждается. Ну, видишь, ну, да, это понятно. А с другой стороны, вот очень интересно, ведь есть стихи же делятся на плохие и хорошие. Философы тоже делятся на философов, в чтении философов. Ну а разве нет? А по отношению к чему? А? А как возможно такое деление? Ну... Это с поэзией, с языком, то есть с поэзией это ясно. Потому что у тебя есть поэт... Ну, согласись, что все-таки разное умение... Нет, но мне к некой действительности апеллируют, у тебя есть язык, который живет по своим собственным законам. А здесь к чему? Что у тебя есть некая мысль, которая живет по своим собственным законам. Конечно. Есть целая история философии... Ну, не обязательно история в истории философии. Нет, это все... Я создан некого рода философский конфликт. А проблематику-то она откуда заимствует? Эту проблематику, которая философия и получается? Которую философ имеет. Он же как-то ее из каких-то конкретных задачи заимствует. То есть тогда получается таким образом, мы решаем конкретную задачу, но по пути у нас бонус. Мы еще не ухаем, как они. То есть... То есть... То есть... Волософское поле созданное. Такую задачку ты решаешь. Потому что ты проблематику саму, ты заимствуешь все-таки из конкретного... Ну правильно. Пока ты заимствуешь эту конкретную проблематику откуда-нибудь, это не философия. Это некоторого рода просто осмысление, какие-то вещи познания. Когда ты уже, собственно, занимаешься философией, то там уже нет ничего. Там пустота. Ну вот непонятно, на самом деле. Все-таки без проблематики-то никак не деться. Поэтому философы бывают плохие и хорошие, как и поэты. И именно разница между плохим и плохим... Делится поэт посредственно. То и то деятельность как бы. То и то доставляет какое-то удовольствие. Деятельность для себя. То и то работа с этим. Каждый сам для себя получает удовольствие. Не обязательно другие оценят это? Нет, но они же ценят. Есть же понятие, что один поэт отличается от другого. Один хороший, второй гениальный. То есть у тебя же есть некоторая внутренняя шкала, которая себя сама удостоверяет. И в философии тоже должна быть такая внутренняя шкала, которая сама себя удостоверяет. И вот эту шкалу ты можешь взять только из мира. По-другому никак. Поэтому, как бы, ты вынужден, занимаясь философией, ты вынужден решать конкретные задачи. Не знаю, я представляю... То есть это не замкнутый мир, как ты нам обрисовался, что у тебя есть... Это задачка не решается. А тут замкнутый мир. В чем состоит предмет философии? Хорошо, давай так. В чем состоит предмет философии? Нет, можешь так рассказать. Действительно, предмет философии – это для себя бытие мысли. Для себя бытие мысли. Ну, знание в общем смысле, можно сказать. Для себя бытие мысли. Тем не менее, эта мысль-то обладает по отношению к нам, которые думают. Такожая реальность, как язык для поэта. Язык, например, обладает инобытием. Ну, в чем интересно. Раз он обладает инобытием, именно поэтому поэты делятся на гениальных и просто хороших. А также на плохих посредственных графоман. Потому что язык обладает инобытием. Сфера мысли ведь точно так же интересубъективна. Не надо же сказать, что сфера мысли только твоя. А с языком? Если сфера мысли, то у тебя, оказывается, таким образом, не обладающая собственным бытием, она обладает собственным бытием. Да. Хоть я как язык. Хоть я как раз не мысли, только я. Она ведет себя как язык. Но это означает, что, грубо говоря, здесь все-таки идет о познании. То есть, опознание для себя. Не, ну понятно. Я же говорил… Как у поэтов является для себя бытие языка? Не, ну я же говорил о мировоззрении. Что человек, конечно же, каждый отдельный человек в этом… Поле мысли, конечно же, сам для себя, наверное, будет делать какие-то открытия. Наверное. Ну просто, пока он Поле это не исчерпало, для него остается возможным развивать философию куда-то дальше, там, что-то там, лично для него. Но когда он просто это Поле полностью уследил, ему уже ничего там не интересного. Ну вот так вот и не уследил. Как ты себя себе представляешь? Я написал все стихи, которые мог. И ты продолжаешь их писать, писать и писать. И ты там точно так же… Нет, нет. Ты же, мы же говорим о симуляционном, дети. Симуляционным. Это что это означает? Это означает повторение одного и того же в неком «для себя». То есть, для себя повторение. Очень интересно, когда у тебя возникает философия… У меня то получилось, на самом деле. У меня получилась картинка противоположная. Да, философия – это для себя бытие мысли. Это раз. Но в этом «для себя бытие мысли» она всегда конкретна. И в этой ее конкретности… А конкретность стоит на стороне… Откуда предмет берется? То есть? Предмет всегда мысль. Так мысль – конечное количество. Нет, она может быть и конечная, но не важно. Важно, что эта мысль противостоит мне, как мыслящему. Пускай, но ты каждый раз воспроизводишь одну и ту же мысль. И что из этого? Зачем это нужно? Не воспроизвожу, тогда бы и стихов не было. Нет, стихи ведь точно так же воспроизводят не к одной. Кровь – любовь, кровь – любовь. В каком-то отношении стихи просто в силу слов-то больше. Как раз, возможности языка более обширны, чем возможности мысли. Тогда, если бы речь шла, а только получение наслаждения, тогда была бы кровь – любовь – любовь, кровь – любовь. Нет, нет, нет. Почему? Во-первых, язык развивается, возможности языка намного обширнее, чем возможности мысли. Мысли мало. На самом деле, ходов мыслей мало. Нет, 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 нет. Почему? Можно просто по пальцам перечислить. Почему? Она спокойно может двигаться. Просто, если у тебя мысль обладает инобытием, мысль как таковая, как некая предметная сфера мысли, которая как-то таким образом обладает, то тогда ты можешь, действительно, у тебя будет не только кокаин, у тебя еще будет и познание некоторых количеств. Просто важно, ты можешь сказать, что только один кокаин. Познание никуда не девается, просто ты не занимаешься конкретной наукой. Нет. Конкретной наукой познания не занимаешься. Ты можешь заниматься мысль тем способом, что мыслить я только для себя. Или ты считаешь, что не могу? Нет. Ты можешь… Либо я занимаюсь мысль, либо я познаю, либо для себя. Да. Либо для себя, именно так. Либо ты познаешь, либо ты находишься в некой замкнутой сфере, где там… Нет. Ты мыслишь мысль. У нас возникают три ситуации. Первая ситуация – это ситуация познания. Я беру и говорю. Для языка это просто ситуация коммуникации, например, я говорю. Я пошел в магазин. Это не политическая ситуация. Это в себе бытие языка. Да. Точно так же и в науку познаешь. И в науку точно так же познаешь. Да, да. Она тоже мысль, конечно, о мире. Я пойду этот… Мир изучать. Поставлю такой эксперимент, другой там… Да, да, да. Это второе. Третья ситуация, повторю позже. Третья ситуация, она оказывается у тебя совершенно предельной. И то, и другое является символиковационной деятельностью. В философии это постоянное проговаривание одних и тех же тем, возвращение к них в контексте, все время для себя, пребывание таким образом. Ты же думаешь, и в этом смысле оказывается ситуация для себя, для себя бытие мыслей. В поэзии тоже такая как бы ситуация есть. Ты работаешь с языком, работаешь с языком, работаешь с языком. Красота слова. Да, как некая такая. Но есть еще между ними промежуточная ситуация. Вот давай промежуточная, интересно. Промежуточная ситуация между этими бывает, когда… Почему она бывает? Ну, скажем, стихотворение, условно говоря, «Гражданин поэт» или «А мы живем под собой ничьей страны». Вот что-то в этом духе. То есть, с одной стороны, ты говоришь о чем-то, но другое – это что-то для тебя подается под соусом для себя бытие сознания. Так вот, я и про это хотел сказать, что современные философы занимаются философией с точки зрения социальной, с точки зрения политики. Можно просто смешивать, можно переходить из одного дискурса. Да, поэтому ты как бы… Можно из дискурса поэзии перейти, скажем, в дискурс политики. Ты смотри, то есть ты как бы… И философией, возможно, такая же вещь, когда ты решаешь, конкретно говоря, задачу, но в придачу еще кокаин. То есть, либо у тебя получалась первая вот ситуация, либо познание, а последняя ситуация – один кокаин. Между кокаином и познанием, я говорю, что есть ситуация, когда можно над чем-то работать, и мы вместо этого нюхать. Я говорю, ты предлагаешь философу, например, заниматься физическими проблемами. Ну, не обязательно. Ну, а как? Фактически это же ты предлагаешь. Ну, почему? Ну, у тебя же есть специальная предметная сфера. Ну, вот, например, что такое для поэзии это было? Нет, поэзия. Поэзия, которая политически актуальна. Да. Гражданский поэт называется. Да, да. Имеет какую-то остроту, какая-то гражданственная. Это одна ситуация. Ну, или она чего-то говорит. А я хочу сказать, что поэзия всегда что-то говорит. Нет. Поэзия никогда не сам, кто нас слушает. Ну, философия... Философия также может заниматься проблемами физики, психологии. Нет, нет. Она всегда о чем-то говорит. То есть у тебя... Поэзия естественная сфера. То есть у тебя со мной со мной со мной всегда... Всегда у тебя есть для себя бытие, с одной стороны, а с другой это для себя бытие является сугубо конкретным. Основная, насколько она является сугубо конкретным, настолько она говорит о мире. И настолько мире она отражает. Так вот, в силу того, что философия изначально позиционирует себя как для себя бытие мыслей, никакой конкретности-то нет. Почему? Потому что мысли все общие. Почему? Ну, конкретные мысли разве бывают? Бывают только мысли общие. Ну, конкретные бывают, конечно. Ну, как конкретные мысли? Все эти мысли, они вот... У истории философии можно вот быстро пробежать. Это логически. Ну, это кажется. Ну, как кажется? Ну, какую выскажешь какую-нибудь конкретную мысль в философии? Ну, что ты говоришь-то? Мы все понимаем прекрасно. Вот ты даже пытался квантовую механику, и чтобы, казалось бы, вот, можно было бы здесь какую-то новую конкретную мысль, и ты все равно обратился к Канту. И всякий раз, когда мы будем в этом поприорности и пространстве времени, всякий раз будет Кант, Кант, и ничего тут сказать. Да это и от слабости умственной духовности. Да я понимаю. Но мне кажется, в том, что состоит проблема, что никаких конкретных мыслей не удается высказать. А каждый раз мы повторяем одно и то же. Гигель, Кант, Хайдегель, Дерридар, Деррилёс. Одно и то же, каждый раз. И максимум, чему удается, это перенести поле. Допустим, философия должна быть гражданственной. Она должна была высказываться, допустим, о каких-то актуальных проблемах социальности. Вот, допустим, французская философия, чем она занимается? Она пытается быть гражданцем. И возникает вопрос, а был ли нижний фашист? Да, был ли нижний фашист, допустим. Вот эта гражданская позиция. Философия пыталась с этой стороны рассматривать. Или там Хайдегель, был ли фашист и прочее. На самом деле, единственное, что возможно, это смешивать дискурсы. Ты считаешь, как поэту выступить за или против какой-то власти. Я-то думаю, что все-таки, когда мы имеем дело с... Согласись, что это уже не поэзия. Когда это все-таки уже, как это называется, ангажировано с некто. Потому что сама поэзия в своей чистоте. То есть поэзия для поэзии... Опять-таки она же не пропадает. Даже каких-нибудь про сталинских стихах матовых. Конечно же не пропадает. Наверное, вот эта средняя смешанная. Она ведь не самостоятельная позиция. Твоя смешанная позиция, да? Она смешанная. То есть есть позиция, когда мы смешиваем две позиции. То есть позицию непосредственности опыта и позицию для себя мысли. Для себя бытия мысли. Мы можем смешать. Мы можем, допустим, с философских оснований пытаться обсуждать о физике. Мы можем это сделать. Почему бы нет? Но это, на самом деле, не является, собственно, философией. Мы не даром выделили методология науки или эпистемология или прочее. Это не даром. Согласитесь, что это аналитическая философия? Что это все не философия? Все это произведение? Да, конечно, да. Аналитическая философия это не философия. Но это и есть вот эта смесь, понимаешь? Где как бы философские инструментарии. Это даже не смесь. Инструментарий? Чисто ремесленная работа. Аналитическая философия это реально… Ну хорошо. А эпистемология или методология науки? Ну тоже такая же. Ну а что? Но ты же и предлагаешь с ним заниматься. Допустим, с философских позиций ты пытаешься квантовую механику. Если это и есть вот это ремесленное отношение к философии. Да. Но мне казалось, что и… Что мне и какая… Я и… И… Эту… И проблему решаешь, и какая… Ну это так и есть. Я с этим согласен. Да. С этим я согласен. Но мне кажется, что вот есть некие чисто философские проблемы. Которые… Как бы вот… Есть философия в своей чистоте. Вот в своей чистоте она вот… Чистое для себя бытие мысли. И ничего. Только чистое наслаждение. Да. Вот находиться в этом империи. Да. Как бы переходить от мысли к мысли. Как бы и наслаждаться вот своим бытием. Все. Ничего другого не может быть. Никакого познания здесь нет. Такая точка зрения возможна. Точитая же как с поэзией. Ну точно так же с поэзией. Как бы… Ведь… Это точка… Есть точка зрения, что… Ты просто-напросто в поэзии создаешь язык. С точки зрения просто, скажешь. Да. А здесь как бы… Может быть ты и создаешь… Здесь ты как бы и создаешь мысли как таковую. Ну сферу мысли. А ребята ходят… Ну да, да, да. Шахтеры ходят в шахту, чтобы уголька отдать стране на горя. А ты нам мысли создаешь… Удерживаешь мысль, да? Нет. Ты ее создаешь. Да и удерживаешь. То есть такой хранитель. И если внимательно обратиться… И с поэзией точно так же. Поэзией никто думает, что они создают нечто новое. Они просто… После не являются пустым… Для себя бытием… Ну то есть можно сказать, что они как это… Как это называется… Они священодействуют. Да. Вот они в области мысли постоянно дают возможность мысли существовать. Так вот… Как и в религии, да? Язык… Язык говорит… Да. Конечно. 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 Так же и в поэзии. Правильно? Священодействие языка, священодействие мысли… Вот это… Ну не как в религии. В религии – это просто… Бог – это дырка. Ну не важно. Это же не важно для… Пока человек верит в Бога… Понятно. А люди вокруг этой дырки что-то там выстраивают такое. Это для тебя со стороны. А тот, кто внутри погружен, для него это не дырка. Для меня со стороны поэзия – это просто глупость. Понимаешь? Но тем не менее для поэта это не глупость. Это некое священодействие. Он понимаешь? Он как струна натянутая. Так язык-то в себя в этом деле развивает. Он тебя высказывает или он просто… Просто обладает достоверностью для себя. Да, обладает достоверностью для себя. Я полагаю, что язык развивается в этом. Язык благодаря поэту развивается. Может быть мысль тоже развивается. И мысль лучше также развивается для себя. Она движется или не движется. Конечно же, мы не можем о будущем ничего знать. Если бы у тебя была чисто симуляционная деятельность, то у тебя бы этого развития языка не возникало. Тут в чем состоит факт? Факт состоит в том, что… То есть не симуляционная деятельность? Нет. Факт состоит в том, что есть некого рода исчерпанность. Она же не сразу наступила. Исчерпанность. Был момент, когда оказалось, что философия бесконечна. Оказалось, что можно дальше развивать философию. Мы знаем много признаков исчерпанности философии. Философия Гегеля буквально говорит, что философия закончилась. И сама она своим бытием на это указывает. Даже философия Ницше опять же указывает, что философия закончилась. Понимаешь? Каждый раз мы просто убеждаемся, что философия просто заканчивается. Но поэзия, поскольку язык существует, как паразит на этом языке. Пока существует язык, будет существовать паразит. Пока существует мысль, будет существовать. Вот это разный вопрос. Либо он то, через что язык развивается, либо поэзия это то, что паразитирует на языке. Точнее, язык паразитирует на нас. Это есть паразия. Ведь язык – он обладает паразитальной функцией по отношению к нам. Ты, вместо того, чтобы говорить о мире, вот компьютер, вот тот-то его познавать, ты оказываешься в принудке символикационных эфира. Можно язык вовне отправлять, а можно замыкать на себя. Да, проэзитарная функция языка. Либо проэзитарная функция языка, которая сам на себе замыкается. А я бы сказал, что сама по себе мысль тоже существует только в языке. Так тоже в языке только. То есть, на самом деле, это две функции языка есть. Либо у тебя язык развивается, либо язык существует в качестве проэзитарная функция языка. Ну, мне кажется, что с завершением философии, как бы, еще раз, первая мысль в следующем, что мысль, и вообще говоря, сфера мысли, она ведь тоже связана с языком. Ну вот, опять, давай, опять вернемся. Это просто две функции языка. Действительно, вот еще долгая точка зрения, помимо кокаина, да? Помимо кокаина, еще точка зрения, что философия является паразитарной функцией мысли. То есть мысленно, как бы... Не-не-не, не так. Потому что мысль сама по себе не существует, как бы, как она существует? Мысль существует в языке. Но в языке же существует мысль интерсубъективно. А как иначе это мысль? Мысль всегда твоя мысль. Как может мысль существовать в... Это по-другому. Мысль интерсубъективно существует никаких текстов, конфликтов контекстов, в языке. Да, нет, но... Это тоже ее способ. Но мысль она выступает в качестве... Как ты тогда... Нет, ты говоришь, когда... Чего-то паразитирующее она в идее человека или нет? Язык выступает как паразитирующий. Выступает, да. Он в двух функциях выступает. В функции, как бы, своей логичности, в своей... И это в буквальном смысле... Фонетичности. Фонетичности, да. И в смысле ей мысль. В двух смыслах паразитарно. Один и тот же язык. Да, это тоже правильно, что это один и тот же язык. То есть он все-таки выступает в качестве паразита. А философы это... Те... Те наиболее заражены гельминтами. Ну, ты заметь, да. Главное, что интересно, заметь. Что... Философия когда начинается? Когда в языке... Есть здоровые, а есть пораженные гельминты. Когда в языке отдельные слова выделяют и называют их понятиями. Когда философия возникает? Когда, как мы говорили, отделяют понятия от вещей. Как их выделяют-то? Взяли в языке, язык определенного рода слова, выделили в некую отдельную группу и назвали их идеями. Понимаешь? И все. То есть фактически, на самом деле, вся работа происходила в языке. В языке какие-то разделения происходили, что-то там изменялось. Да. То есть ты хочешь сказать, что не гуманитарная философия невозможна? Нет. Это я однозначно хочу сказать. Это моя мысль была. Возможно, это не гуманитарная философия. Я так как раз говорю, что надо попытаться построить, чем я занимаюсь. Не гуманитарная философия. Но я заметил. Поэтому, как бы, в некотором отношении, да, это и есть смысл против тебя. Когда ты занимаешься физикой и пытаешься философски осмысливать... Ну, еще чем чем-то другим. То ты занимаешься не философией. Ты занимаешься чем угодно. Методологией, науки, эпистемологией, я не знаю, какие-то другие кучи других терминов, слов. Которые придумали, опять же, те люди, которые пытаются осмысливать всякого рода другие вещи, придумают кучу слов. Понимаешь? То есть, они, опять же, работают только внутри языка. Например, вот вся вот, вся дискуссия, там, противоречия, какие-то чистые языковые деятельности. Ничего от этого не познается. Понимаешь? Просто люди пытаются договориться, что означает слово «противоречие». Договорились там. Что означает слово «противоречие». Что означает слово «противоположие». Ну, я-то как раз полагаю, что, я оптимист, я полагаю, что не гуманитарная философия возможна. То есть, которая бы порождала новые смыслы, да, новые идеи. Да, да, да. Сейчас, с которой мысль развивалась, да. А ты говоришь, что возможно только гуманитарная философия. Для того, чтобы это было возможно, надо хотя бы на другом примере. На примере поэзии. Возможно ли развитие поэзии куда-нибудь? Вот насколько я понимаю, поэзия затормозилась в определенный момент. И дальше уже никуда нельзя. Возможно? Почему? Ну, выявляются новые поэты, которые поэтизируют как бы по-своему. Но ничего не развивается, по-моему. По-моему, как поэзия буксует в некотором своем вот бытии, да. По-моему, также в этом бытии буксует и наша философия. То есть вот есть некая замкнутая деятельность, да, вот какая-то внутри себя существующая. А вот поэтическая, философская. Вопрос, что возможно не гуманитарная поэзия? Ну вот, кстати, вот этот вопрос как раз себе и обрати. Это логичный вопрос о не гуманитарности и философии. Ответ невозможно по всей видимости. Ну, конечно, как иначе. А философия невозможна не гуманитарная. Нет, ну есть еще какой-то шанс остается. Естественно, сказать однозначно нельзя. Но пока вот не видно, чтобы это было возможно. То есть пока, на самом деле, я только вижу одно, что Канн заявляет, что метафизика невозможна. Гегель заявляет, что она возможна, а потом заявляет, что она закончилась. Понимаешь? С его философией. Потом мы увидим что? Потом мы увидим философию Хьерки, Горы и Ницше, да, которая представляет собой не философию, а уж, я не знаю, поэзию. Что это такое? Какая-то литература. Да, потом мы видим Хайзегера, да, который фактически просто возобновляет философию Гегеля. Да, такой просто по-другому немножко там. Гегель и Канн, фактически просто классическая философия, только в других темах. Ну. И что, а что дальше-то? Дальше это Деррида, возникает и Дерез, который помимо тем, что с чем занимался философией, они еще там занимались социальными практиками. И все вообще смешалось с переходом постмодернистов, где уже вот отдельные как бы дискурсы были смешаны с друг другом там. Где, собственно, сама уже непонятно, где границы литературы, философии, политики, поэзии и прочее. Да, я так говорю, что поскольку возможно математика в мире, это настолько возможно негуманитарная философия. А физика, допустим, опять же завершилась. А математика не завершилась? Не завершилась, и математика и физика не завершились. Не, ну ты говоришь, что в консультальном смысле это завершилась физика. Ну вот я сейчас так не думал. Это был уже, ну... Нет, ну понятное дело, что всякого рода такие заявления, они слишком сильные для того, чтобы их можно было бы легко доказать. Понятное дело, что доказать, что философии больше нечем заниматься, невозможно. Можно только посетовать, что вот как-то из каких-то своих позиций это так видится. На самом деле, конечно же, если кто-то вдруг предъявит какие-то новые мысли, которых до сих пор не было, это будет просто прямым доказательством того, что вот что-то еще возможно. Но у меня это что-то вот как-то вот, я вот смотрю, что происходит после Гигеля, ну и там, ну у Хадигера якобы есть какое-то прозрение. Но на самом деле, если внимательно смотреть то, что сделал Хадигер, то фактически там мысль очень там тривиальная и фактически повторяющая Гигеля. Ну просто Гигель на этом не акцентировался, а Хадигель на этом прозрение. Да. Вот поэтому, поскольку математика у нас возможная какая, я в смысле что это негуманитарная все-таки немножко новая деятельность, как математика возможна, так возможно не гуманитарная философия. Хотя поэзия, по-любому, действительно невозможно, негуманитарная. Не знаю, почему ты как-бы апеллируешь все-таки к математике все-таки между философией и математикой существенная разница. У математики есть предмет ясный, четкий Понятно, с чем работает А в философии, если так вдуматься, даже предмета четкого нет Ну, что предмет, это как бы мысль, и что? Ну, разница не так или не так, как кажется Не, ну, понятно Понятное дело, что если в область мысли сюда взять вообще все возможные мысли В том числе и математические мысли, и физические мысли То мы расширим философию просто до всего И скажем, что все, что только помысленно, это есть философия Мы же не хотим так сказать Мы все-таки понимаем, что философия это определенный род на мысли А не любые То есть это мысли, а мысля То есть это все-таки некий мета наука Метадисциплина, скажем так Для себя, да, для себя Для себя, именно поэтому, что для себя Не мысль мысли, а для себя быть ясным Ну мы же как у Гигеля, мышление, мышление То есть это метадисциплины И поэтому математика и проще частные науки туда не входит Если они входят сюда, то как о специфической позиции Как о осмыслении этих дисциплин С общей позиции Поэтому, как ты говоришь, что, допустим, математика, наверное, возможна, и, наверное, возможно, ее развитие. Потому что она действительно в своей чистоте. Но в чистоте ли еще ведь непонятно. Потому что она ведь, у нее есть предмет. Ну, вроде есть, например, да. И поэтому не в чистоте. Это все-таки какой-то опыт. Согласись, что сейчас, мой, пространство, мой. Математика – это экспериментальная новая, безусловно. Это бесполно что-то. Потому что, ну, экспериментальная. Вот, sometimes I get worked with that second onwards. Ну, да то, наверное, мне кажется, что у меня естьếu так сделать. То, знаете, если мне нужен человек. И хоть что-то, мне кажется. Потому что мне есть какие-то уровни хороший к Nombrarים.